Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Сегодня мы ее откроем, посмотрим, расскажу вам про правила. Потому что, друзья, ну слушайте, я реально люблю настолки, я прям буквально обожаю. Это же так круто, когда можно собраться всей семьей, с родными, с близкими, с друзьями, там, брат с сестрой, кто угодно. Настолки реально сближают. А Новый год это семейный праздник, и очень приятно провести его в семейном кругу за какой-нибудь клевой крутой настолочкой. И сегодня мы рассмотрим вот такую вот игру. Секвенс, заказать такой вы сможете в магазине на Озон. Ссылочку для вашего удобства оставлю в описании к этому ролику. Переходите, посмотрите. Слушай, ну коробка достаточно такая увесистая. Сейчас мы ее распакуем, раскроем, посмотрим, что у нас по комплекту, друзья мои. Вот, а так пока расскажу вам про игру, что эта игра была выпущена впервые в 1982 году. И она просто не сходит с прилавков магазинов в США, Европе и так далее, представляете? И вот сейчас, в 2021 году, она стала хитом для России. Ребята, ну это же не повод купить такую классную игру себе в коллекцию. Потому что я реально коллекционирую настолки, и это прекрасная вещь и дополнит мою коллекцию. Так, мы в принципе сняли упаковочку. Она получается у нас прямоугольная. Давайте мы сейчас снимем коробочку вверх. Опа. Сейчас, сейчас, сейчас. Чик. Опа. Так, у нас здесь есть инструкция. Так, давайте посмотрим. Так. Сейчас я вам расскажу правила. Они здесь у нас написаны. Итак, посмотрим по комплекту. Что в комплекте? Игровое поле, 104 карточки Sequence, 50 синих фишек, 50 зеленых фишек, 35 красных фишек и руководство по пользу. Не то, что мы держим в руках. Цель игры. Стать первым игроком или командой, которая соберет две последовательности. Последовательность это непрерывная горизонтальная, вертикальная или диагональная линия из пяти фишек одного цвета. Для трех игроков или трех команды одна последовательность позволяет выиграть игру. Вот так вот. Хорошо, это мы сейчас разберемся. Итак, смотрим. Смотрим поле. Ох ты, слушай. Ну, это игра для всех возрастов. Очень мне нравится, очень качественно сделано поле. Посмотри, такой плотный-плотный картон. У нас, а я не знаю даже что это, ламинация какая-то или, слушай, ну выглядит здорово. Вот такое вот поле. Вот такое вот поле и мне лампочки моргают. Давайте положим его вот так. Дальше. Комплект. Что еще в комплекте у нас идет? Вот такие вот красненькие фишечки. Сейчас мы их откроем. Опа. Круто. Слушай, ну комплект богатый. Реально видно, комплект богатый. И у нас тут, ого. Слушай, а это очень крутые фишки. Ребят, посмотрите. Они пластиковые, причем сделаны из очень качественного пластика. У нас здесь с одной стороны бренд-секвенс, с другой стороны показаны четыре карточные масти. Класс. Начались синие. Есть у нас сейчас. Главное нам не перемешать их. Сейчас нам главное не перемешивать. Есть у нас тут. Опля. Синие. Слушай, как мне нравится. Мне нравится, что все по пакетикам. Все понятно. Просто поиграли, собрали, в пакетик убрали. Круто. Вот. Так. Здесь у нас синенькие. Они одинаковые, только разный цвет. Но, в принципе, так, наверное, должно быть. И вот такой пакетик у нас с зелененькими фишечками. Слушай, ну фишки прям бодрые. Мне прям нравится, как они сделаны по качеству. Прям такие. Слушай, ну прям вот они. Прям клевые. Клевые. Не видно пайки. Ничего. Сделано очень круто. Это хорошо. Это хорошо. Так. И еще у нас в комплекте вот такая вот колода карт, друзья мои. Единственное, что... О, здесь смотри, на задней стороне есть еще заметки. Это прикольно. Это прикольно, это хорошо. Так. Единственное, что... 104 карточки. Это получается у нас тут что? Две колоды получаются. Сейчас мы их аккуратненько откроем. Так. Опля. О, вот оно что. Они, кстати, слушай, они как будто бы рифленые, но какой-то вот... Как правильно объяснить? Рифленые мелкой точкой, типа того. Значит, вот такая вот получается у нас две... А, подожди. Нет, стой. 104 карты по 52. Ну, правильно. Итого. Вот, собственно, правило. Так. В свой ход игроки выбирают одну из своих карт и кладут ее перед собой лицевой стороной вверх. Затем они берут своего цвета и фишку и кладут ее на свободное место на доске соответствующей карте. Вот оно что. Дальше. Например, если карта Король Червей, поместите фишку на одну из двух клеток Короля Червей на доске. Будьте осторожны. Если вам не удастся взять для того, как следующий игрок сделает ход и вытянет свою карту, вы теряете право взять карту и даже закончить игру с картой именно одну меньше. О, как. Игра продолжается по часовой стрелке. Хорошо. Место джокеров. Место в четырех углах доски действует как джокеры. Это места считаются фишкой вашего цвета. Так. Могут использоваться всеми игроками одновременно. Это означает, что вам нужно всего четыре фишки, чтобы завершить последовательность. Каждая карта появляется на доске два, за исключением валетов. Хорошо. Так. Двуглазые валеты дикие. Они позволяют вам играть фишкой на любом открытом месте на игровом поле. Хорошо. Одноглазые валеты обладают очень полезной силой. Они позволяют удалить с доски любую фишку противника, не заменяя ее. Примечание. Завершенная последовательность считается защищенной. Никакая фишка не может быть убрана. Если у вас в руке есть неиграбельная карта, вы можете сбросить ее или заменить, прежде чем разыграть свой ход. Конец игры. Два игрока или две команды. Первый игрок или команда, набравшая две последовательности по пять фишек, выигрывает игру. Три игрока или три команды. Первый игрок или команда, набравшая одну последовательность из фишек, выигрывает игру. В принципе, все просто, все понятно. Вот сзади у нас такое еще место для заметки, я вам уже показывал вам его чуть ранее. Кстати, здесь указано, что в игру могут играть от 2 до 12 человек. Ребята, вы представляете, то есть в эту игру можно играть целой компанией. И, кстати, название sequence переводится как последовательный, что всецело описывает суть данной игры. Итак, давайте я вам расскажу правила для двух игроков. Что нам потребуется? Перед началом игры для двух игроков вы раздаете по 7 карт каждому. Но прежде колоду нужно перемешать. Я сейчас перемешаю для вас демонстративно, чтобы вы просто поняли процесс игры. Значит, размешали колоду и раздаете по 7 карт каждому игроку. Для 3 или 4 игроков по 6 карт каждому, для 6 игроков по 5 карт каждому. То есть с новым участником количество карт в руке уменьшается. Так, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Все, карты размешались. Эти карты мы кладем на стол, ну, рядом с игровым полем, где вам удобно. И получается у игрока слева есть его красные фишки и вот его карты. Да, все просто. А игрока справа есть его синие фишки и его колода карт. Итак, получается в свой ход, что должен сделать игрок. Видя то, какие у него карты, он должен найти такую же карту на игровом поле. Ну, вот, например, так, сейчас мы найдем. Это не так просто с первого раза его так приглядеться. Так, хорошо, вот у нас есть, допустим, дама. Вы выкладываете даму рядом с собой и кладете на нее фишку синего цвета. Дальше переходят и берете одну карту из колода. Вот у нас восьмерка червей. Плохо я размешал, у нас одни красные, но ничего страшного, для примера пойдет. У второго игрока, например, есть король Бубей. Где у нас король Бубей? Вон там. Получается, мы кладем короля вот сюда, ну, к себе рядышком. И кладем красную фишку на короля Бубей. Вот такая вот, друзья мои, игра. Конец игры наступает тогда, когда один из игроков, ну, или одна из команд, первый соберет две последовательности по пять фишек. Выигрывает игру, соответственно. Что это значит? Значит, нам надо вот так вот, я вам сейчас покажу примерно. Раз, два, три, четыре, пять. Допустим, вот так. И пять может быть вот так, может быть с другой стороны, как угодно. Ну, а что же с Джокером, спросите меня вы, как грамотно его применить? Я рассказываю, чтобы выиграть игру в этом углу или в любом другом углу, вам нужно всего лишь собрать четыре фишки. То есть, смотрите, раз, два, три и четыре. И как бы Джокер у вас абсолютно любая карта. Вы, наверное, обратили внимание, что в правилах написано про валеты более подробно. Итак, сейчас я вам расскажу. И если у вас есть вот такая вот карта, двухглазые валеты, то вы выкладываете ее рядом с собой, и вы можете поставить вашу фишку абсолютно на любую карту. То есть, если, допустим, у вас уже есть четыре, то вы можете поставить, ну, допустим, вот сюда и победить. Но вот эти валеты, они так не могут. Но при этом они могут, допустим, если вашего соперника, например, четыре фишки уже собрались, а вы думаете, что он сейчас выиграет, то вы можете сказать, а вот нетушки, и убрать любую фишку, и тогда ему придется строить заново свою стратегию. А также, друзья, не стоит забывать про одно очень важное правило. Если вы положили свою фишку, ну, допустим, сюда, и не успели взять карту из колоды, а ваш соперник положил фишку рядом и взял карту с колоды, то вы уже в этот ход не берете карту, и ваша колода в руке становится меньше. Вот такие дела. Итак, финализируя все, что мы сегодня увидели, мне игра дико зашла. Реально, очень круто, очень круто, что, допустим, ну, всегда бывает такое, что, допустим, есть на столке у вас на двоих-троих, а к вам пришла компания из 5-6 человек. Как бы, что же делать? А вы такое, опа, а у нас есть игра Sequence, да, стали и поиграли. Более того, вдвоем тоже будет поиграть интересно, да и с семьей, и с детьми, и как угодно, очень классно. До 12 человек можно играть, очень крутая штука. Она простая, она не замысловатая, в то же время дико интересная. И, ну, само выполнение игры, то есть само вот это поле, сами карты, да, две колоды, получается 52 карты у нас здесь черные-красные. И сами фишки, да, то есть материалы выполнены, все очень качественно, мне очень понравилось. Друзья мои, вот такая у нас сегодня была игра Sequence. Ссылка на меня будет в описании, и пишите с вами меня в комментариях к этому ролику. Сами вы лучшие, бейзовцы, всем пока-пока, ну и, конечно же, с наступающим вас Новым Годом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok